Всем привет, дамы и господа! С вами Юрий Хованский и Андрей Мотор, который здесь впервые на твоем канале, именно в качестве коллаба. Я думал, Антон Власов похудел, честно говоря. И в очки стал носить. Да. И Юлик перестал быть Юликом. Натачаным или что? Да. Как каким? Или перестал жрать всё. Да, да, да. В общем, друзья, Андрей был у нас в Азии, привёз несколько видов азиатского пива и решил, что это будет отличная, блять, идея рассказать вам, где же самое лучшее азиатское пиво. У нас тут есть абразивец из Японии. Два из Кореи. Два из Кореи. И Китай. И Китай. Сегодня мы с вами узнаем о том, какое пиво самое вкусное. Не забыл так делать? Нет, мне кажется, это всё-таки Юлик здесь. Это, это, это... Несите еду! Вносите ясно! Что бы ты хотел из этого попробовать больше всего? Я думаю, стоит начать с Кореи, потому что их два вида. Поэтому мы можем как бы разбавить свой корейский экспириенс, потихоньку переходя от него к японскому и китайскому. Согласен, давай. А нахер ты это принес? Это ж... Ну эти бокалы у нас для дегустирования коктейлей, алкогольных энергетиков каких-то. Я как школьник просто. Ну просто пиво, оно всегда выглядит как пиво. Я вот видел дохуя пиво. Дело не в том, как оно выглядит, а в том, что я смогу так налить тебе и себе. Мы одновременно попробуем и скажем наши мысли. Ладно, я уже открыл это. Я уже открыл. Ну похуй, давай. Я как чмозавр налью. По стеночке надо наливать. Не-не, я сам не наливаю по стеночке. Обратите внимание, вот в видосах всяких там Олега Монгола или вот там батя Кительмана как наливает. Никто нахуй из алкашей не наливает по стеночке. Всем похуй. Я, кстати, только за тобой даже. Знаешь почему? Потому что алкашам некуда торопиться. Они могут спокойно подождать, пока пена отстает. Им не надо на работу. Они, блядь, алкаши. А я думал им надо побыстрее накидаться. Не-не, они не торопятся. У них вся жизнь впереди, оставшаяся. Небольшая, но все-таки. Каким-то рисом отдает страну. А, ну рисовая, кстати, по-моему. А я думал... Кибунская точно рисовая. Я думал, не. Про ассахи я знал. Я думал, может китайская будет рисовая. Ну а Корея... Пукузный крахмал, вода. Это же южнокорейское пиво, да? Нет, блядь, севернокорейское. Сам Ким Чен Ын поссал в банку, блядь. В северной Корее, я думаю, там из земли делают пиво. Я думаю, там нет пива просто. Слушай, ну вообще, не мерзко. Да понятно, это же пиво. Оно охуенное, блядь. Да нихуя. Я вот пиво вообще, в принципе, не особо фанат пива. Но есть некоторые вещи, ты так пьешь, и ты такой, ну, нормально. Почти любые, чувак. Почти, если не покупать. Акоголик со старшим сразу видно. Даже Балтика-тройка уже отвечает всем эстетическим запросам любителя пива. А вообще, если ты пьешь какой-то... Ну... Ну ты знаешь, когда я пил пиво в мотор... Трисом отдает. Ну чё-то какое-то... Чё было, когда ты пил пиво в мотор? А даже пиво в мотор мне показалось более мерзким, чем эта хуйня. Я пил его в перемешку с Балтикой-девяткой и охотой крепкой. Пиво в мотор сколько стоит? Рублей пятьдесят. А это всё-таки экспортный продукт. Но, блядь, я не понимаю... Это чё, блядь... Они там так угорают по рису, что везде пиво на рисе, что ли? О, вкусный рис! Вкусный рис! Ты знаешь, первое моё впечатление о Китае, когда въезжаешь в границу, сразу начинаются рисовые, блядь, поля. Вот сходу, вот буквально ты отъезжаешь сто метров от погранзоны, всё, ебать! Не, я не про... суши из риса мне, например, нравится. Типа, я не про... но... Пиво из риса. Пиво из риса, это так странно, типа... Мы привыкли к хмелю, солоду и... Ты будешь сейчас вот это попробовать, правильно? А кто же ебёт? Можем заново, блядь, а? Давай, давай это теперь. Похуй. В смысле, это мы пробовали это, ты уверен? Да, по-моему, да. В итоге кори... а, да-да-да, ну почти. Легко по весу определить, какой мы пробовали. Более медовое, намного... Но более терпкое, я... А мне больше понравилось. Такое как бы... Как немножко на медовуху похоже, но не медовуха, нет. Ну вот смотри, здесь вода, хмель, ячменный солод, а здесь вода, дрожжи, кукурузный крахмал, блядь, всякая хуйня. Ага, то есть вот это оно кукурузное какое-то, а это просто... А это обычное. Ну, мне кажется, заебись как раз то пиво, где минимум ингредиентов, типа, когда вы видите... Так лучше, да? Ну, пиво, которое сделали прям вот хмель, солод, ячмень, из него пиздатое пиво. А, да, когда ты видишь пиво там ебать... Рис, хуись, блядь. Еф-332, добавка, блядь, ну... Видимо, я рис перепутал с кукурузой из-за крахмала как-то. Ммм! Это намного лучше. Заебись, батва. А мне наоборот это больше. Ну, я не люблю такое крепкое. Медовое, да. Но оно крепче, да. Оно прям... Более тиркое, что ли, более... Обжигает, обжигает, блядь. А ты тоже BMW X5 ходит? Костюм Боска или чё? Нет, это не костюм Боска, это Олимпос. Я люблю Олимпосы. Понятно. Вот это я проб... Поддержите Илюху Мэдисона. Он хочет в каком-то конкурсе победить... Выиграть полтора миллиона рублей, купить себе BMW X5 и костюм Боска. И костюм Боска он уже купил. Мы верим в тебя, Илюх. Переходите там, кликайте. А, вот это пиво... Цинктау. В камеру покажу. Да похуй на Цинктау, я ещё не разобрался с пивом Максом. Да чё с ним разбира... И обратите внимание, какие невъёбистые названия. Просто пиво Макс. Хайт. Как хайт. Анти-хайт. Анти-хайт. Ээээ... Ну, Цинктау, это чё-то чисто китайское такое. Это китайское пиво, и осмотри, оно в какой бутылке. Ты такие бутылки, блядь, ненавидишь. Мне, по-моему, живот сразу заболел. Я вот выпил, пригубил, блядь. Ооо, старость, брат, старость. Да не, может просто чё-то такое, блядь, японское, чё, моему организму никогда не виделось, блядь. Там сейчас Gangnam Style плясать начнёшь, блядь. Бля, возможно. Ну, корейские пивасы неплохие, но это не похоже на наши пивасы. Да, согласен. На наши пивасы это, блядь, вообще не похоже. Мне кажется, вот надо было взять ко всей этой хуйне Балтику-тройку и сравнивши. Вкус Родины такой пошёл. Чтобы понять, да, чем пахнет Родина. Чем пахнет Родина, блядь, ёпт. Балтикой-тройкой она пахнет. А, ты Цингтау уже открыл? И у них вот Цингтау только в больших бутылках, насколько я помню. У них там типа, видишь, 640 и 033. Я, по-моему, глаз задёргался от этого пива. Это какая-то... Вот это пиво я пробовал. У них есть ещё пиво Harbin. Мммм. Хлебно. Очень хлебно. Вот это, мне кажется, запах у него какой-то такой приятный очень. Мне больше нравится, чем корейское. Мммм. Такое, как полупиво-полуквас. Типа, заебись. Нет, Цингтау вообще... Короче, это пиво. Это кей-поп. Это пиво. Это великая китайская стена. Скорее, великая китайская коммунистическая партия, которая взяточников собакам скармливает, блядь, вот по вкусу. Китайская стена, она полуразваленная, блядь, и старая. А вот это, это прямо... Китайская стена великая. Блядь, ну китайцы, они, будем честны, они всё делают дешевле и лучше всех, блядь, ёпт. Поэтому, пока Китай выдвигается вперёд, блядь, но... Это китайцы. Ебать, они работают ни за что. Пищуёшь кроссовки целый день, блядь, тебе 7 лет. В конце смены тебе дают 12 центов, блядь, или чё это такое? 12 ёпт. Ахуеть, как дёшево. И в Китае всё можно... Ну, всё кроме продуктов, ты можешь везде торговаться. Я купил держатель для телефона, который у нас стоит полторы тысячи рублей в России, там, или тысячу. Я, там, купил его за 100 рублей, чтобы ты понимал. Ты сумел сторговать. А, чувак предлагал его, там, за 400. Я сторговал его, блядь, ну, на 300 рублей, соответственно. А если б чурился и не был похож на русского туриста вообще? Нет, если бы был киргизм каким-то, меня б за своего приняли и... Да. ...100% бы продали за бесплатно. Ну, короче, не, китайское пиво заебись. Согласен, китайское пиво не похоже. Кроме как не делать заебись. Иначе, блядь... Как они весь мир захватят, иначе? Да. Начинается всё... Суспи, вот, дзинктау, блядь, ёпта. Сначала дзинктау, потом захват мира. Но! Если нас китайцы захватят, пацаны, и вот эта херня у нас будет в магазах продаваться, я не против. Ну, конечно, я против того, что нас будут использовать как дешёвую рабочую силу. И нас и земли все захватят. Да, да, в Китае заберёт себе всё, и мы будем тоже шить кроссовки по 20 часов в день. Уже им! Это будет ответ за всю хуйню! Теперь мы будем айфоны собирать, блядь, всю... Но я... Вот это пиво, оно бы, когда я буду сидеть в потагонке и, ебаный, собирать айфоны, это пиво бы меня утешило, оно, оно охуенно. Наверное, можно на работе пить, я хуй знает. Ты бы был рад шить кроссовки и в перерыв пивать пивасик. Я думаю, там, блядь, на тебя автомат наставлен, блядь, ёпта, не получится. А вот японское пиво, оно 100% рисовое. Ну, асахи я вроде пил, но я пил только наше вот такое асахи, которая... Ну, это... Ну, у нас понятно, наш козел это не чешский козел. Наша Балтика только Балтика. Наша Лапенкульта, это не Лапенкульта. Вот многие не знают... Раньше у меня гитарист в группе гонял финку только ради Лапенкульта финской. И вот она вышла на российский рынок, её я не помню, то ли Балтика, то ли Хайникен льёт, блядь, но это вот абсолютно обычное российское пиво. Но люди его покупают такие... Ммм, люблю Лапенкульту. Финская насто... Нет, она даже близко, блядь, нет. Я помню, ты рассказывал эту историю то ли с козлом, то ли с Крушовицей, что-то такое было, когда привезли... Да. Первый месяц был... Когда запускается пиво, любое, Асахи, Козел, неважно, они привозят оригинальную партию пива из страны изготовителя, продают, вы ложки на него подсаживаетесь, как и я подсел, а потом вам начинают уже продавать обычное пиво, которое варят наши отечественные пивовары. Вот давайте попробуем Асахи, которая не наша Асахи, А ихние... Евоные. Евоные, да. Со зрителей. Я думал, ты скажешь за японцев. За Хиросиму. За... Как там было в этом, не грози южному централу. Я тебе устрою Хиросиму и нигер сраки, блядь. Прикольный фильм, ставь лайк, если помнишь. Сейчас уже школьники не поймут, но был такой фильм, там был локдог. Да, а сейчас локдог это рэпер. Да, сейчас совсем другой локдог, пацаны. Вы бы посмотрели на локдога нашего времени, вы бы охуели. Вот оно прям... Он боеголовку атомную возил, блядь, в грузовике. Это был крутой, блядь, локдог. И в утелочек на мира стрелял. По-другому. Чётко чувствуется рисовая хуйня в конце. Ну оно вообще какое-то совсем не похожее ни на корейское, ни на китайское. Я думал, всё будет одна срань. Учитывая, что везде в составе рис написано. Но это разные... Я говорю, ты пьёшь, и в конце прям, вот как будто ты прям, то ли рисовое, то ли соевое молоко какое-то. Вот такое что-то... Что-то вот, блядь, уебанское в конце есть. Я не пил никогда соевого молока, не могу проверить это. Ну... Но, мне кажется, единственный его плюс, это то, что оно какое-то более бодрящее такое. Типа, прям интересное, пиваское. Ну вот оно интересное, да. Я в том и говорю, что у него какой-то такой вкус, не такой, как здесь, короче. Не такой, как у китайского, как у корейского. Но! Выбирая... По вкусу пива, где мне жить, я бы выбрал... И по объёму бутылки. Да нет, ну она же дороже стоит за этот объём. Дзинктау! Вот я прям проверю. Ты вот так вот решил проверить? Я прям проверю, чтоб не напиздеть, а то, может, эксперты, блядь, набегут в комментарии. Дзинктау самое лучшее, блядь, ёптэ. Но я бы их выставил вот так же. Типа сначала дзинктау, потом одно корейское, и потом типа японское, и снова корейское. Мне это вообще не понравилось, блядь. А мне это больше понравилось. Ну, короче, вот как-то... Вот как-то так, да, хорошо. Японское, оно, пацаны, совсем специфическое. То есть это... Это даже не похоже на наше... Эм... Российское... Российское Осахи. То есть у нас продаётся этот Осахи, вы можете в любую там, блядь, Евразию прийти. Но это та же Балтика, блядь. Но да, там будет привычное вам пиво, которое вас не разочарует. А тут... Это... Совсем другая хуйня. Это как похоже на... Вот... У меня был видос, типа, сладости из Китая или это. Вот чё-то такое, типа, чуждое нам, блядь, русским людям, блядь. А вот... Джингтао... Как товары салихи, блядь, заходят. Вообще. Я думал, скажешь, как... Дёшевые сердины. И отличная идея. Пока у нас... Тупые чмошники делают из бутылки 0,5. 0,45? В Китае, блядь, это сколько? Это 0,7, блядь. Да. Это 0,7. В Китае пиво 0,7 продают, нахуй. Вот почему... Они нас захватят, блядь. Захватят и нас, и американцев, и всех. Вот, пока мы вот сидим... Как бы, блядь, уменьшить издержки, блядь, поменьше. Вместо 10 яиц будем продавать 9. Китайцы хуярят за эти же деньги больше и лучше. И это отличное пиво. Лучшее из азианских пивасов. Мои китайские хозяева. Комен тюнцан, тюнцан. Короче, ты продашься китайцам. Когда вы придёте. ХАКУИ ОНА И САЛЯ. Ты продался китайцам за пиво. Но оно прикольное. Оно, правда, прикольное, блядь. Это лучше, чем, блядь, товары с Алиэкспресса. Реально, вот, типа... А с Алика можно пиво заказать? Не думаю, блядь. Типа там какую-нибудь херню квадрокоптер там за 200 рублей закажешь, он взлетит и сломается. А это хуйня ты её выпьешь. Пиво отличное. В пиве разбираются. Корейцы молодцы. Я бы хотел вот, чтобы одно было южное, другое северное Короче, мы тебе мотор отправляем Нет, нет, нет Если 100 тысяч лайков То мотор поедет в Северную Корею И купит там пиво в туристическом районе Блять, ёпта 100 тысяч ваших лайков Там есть туристические районы Там все районы туристические, куда тебя пустят Других тебя убьют сразу 100 тысяч лайков Мотор едет, мы пробуем из Северной Кореи пиво Картошку, да, да, да Выпей, тебе храбрость понадобится, блять А если, ну, если Ты главное плакаты не пей Да, я только хотел сказать, если я плакаты срывать не буду Всякие разные, то мне ничего не будут Но резюмируя, друзья Пиво более чем заебись Азиатское, то есть оно дешевле, блять Намного российского, то есть у него есть Какая-то специфика, ну да Но я бы вполне мог представить, как я пью Такое пиво на Думской, блять, например В баре, блять, или В каком-нибудь реестике, блять Мне приносят такое пиво, а оно не мерзкое Пишите в комментах Какое пиво вы предпочитаете Возможно В Японии Самое популярное пиво не Асахи А какое-нибудь супер японское, о котором мы не знаем В Китае, может, в Зингтауе Это местная Балтика и там В Суд, в другом Всем Китаем, блять А в Корее, вообще, возможно, это, блять, нас отравил сейчас Ким Чен Ын нахуй А кто из Южной Кореи? А он из Южной Кореи нас отравил, потому что Близнец злобный Он умеет мысли читать, это официальная позиция в Северной Корее Он может и пиво отравить Я тебя понял Переходить на канал Мотор Там вышел реакт с Юрой про телемагазин Обзор телемагазинов А вот охуенный обзор Вы посмотрите, вы не пожалеете Вы на Китае А я, знаете, я уже ничему не удивлюсь Я думаю, это соберет больше просмотров, чем вот этот ролик, блять Я думаю, вот сейчас все работает, хуй пойми как Возможно, вот я сижу и такой Ну у нас-то суперинтересно, мы пьем пиво Азиатское пиво, а я просто А на самом деле я просто алкаш в завязке Который не может пить, кроме как в роликах И он себе все это придумал Такой, ну это-то интересно, будь зрителем Они такие, Юра, мы видели тебя нажратым пивом 7 лет Всегда Ты был 7 лет Нам это не интересно Мы 7 лет тебя видели на Ебенином Это только тебе интересно А телемагазин действительно посмотрит В общем, приходите, подписывайтесь на мотор Подписывайтесь на меня Конечно же А на сегодня все И это, как оно, блять Аригато! Коничева! Я не знаю больше ничего Хоккайдо!